Сегодня в половине третьего пополудни в строящемся Свято-Троицком соборе, где при совке располагался ДК автомобилистов, случился подпольный пожар. Очаг воспаления приютился в подвале. Буквально в течение пяти минут из подвала повалил черный дым. Мы еле успели выбежать из здания. При ближайшем рассмотрении оказалось, что пожар в святом храме учинили сварщики, которые в подвале вырезали газосварочным аппаратом из листового железа некие фигурные вещи. Вероятно, и даже скорее всего для блага храма. Однако, невзирая на их благие намерения, искра отлетела от сварочного аппарата и упала на старый деревянный корпус телевизора. ТВ начинки внутри не было, только кожух. Но и этого вполне хватило, чтобы дым пожарища заполонил собой не только подвал, но и большую часть недостроенного храма Святой Троицы. А между тем, параллельно со сварщиками, богоугодную работу по реставрации храма проводила бригада штукатуров-маляров. Мы работали внутри, не в подвале, на первом этаже. Штукатурными работами занимались. А храм здесь, где ведется служба, там все было черно, там до сих пор черно. Разумеется, и все штукатурные работы пошли прахом. По счастью, воспламенение в пустом подвале не обернулось крупной трагедией. Пожарный эпицентр пламени быстро залили, никто из живых людей не погиб от дыма. И храм Святой Троицы, будущий кафедральный собор Екатеринбурга, пострадал не очень сильно. Только закоптился, но это поправимо. И в связи с этим хотелось бы заметить сварщикам и им подобным труженикам огня и дуги. В подобных учреждениях необходимо соблюдать гипертрофированную осторожность. В этот храм вложено уже столько и моральных сил и материальных средств. Уральское паство с нетерпением ждет окончательного восстановления храма. А из-за каких-то нерадивых искрометных олухов великое дело может пойти прахом. Как говорится, не приведи Господь.